Подарите любимому человеку заботу и здоровье. Подарите BlueSleep. Забудьте о бессонных ночах. Высыпайтесь за 6 часов, как за 10. Присоединяйтесь к сообществу успешных и высыпающихся людей. Ведь здоровый сон — это путь к успеху. В детстве мы, девочки, четко знаем, чего хотим. Я всегда хотела танцевать. А потом вырастаем. Мечты нет, цели нет, как вообще быть. Нам навязывают, о чем мечтать, как выглядеть, что говорить, как себя вести, кем работать, когда выходить замуж и за кого. Ты должна быть зош, ты должна быть спортом. И при этом, что бы ты ни делала, ты всегда слишком. Слишком толстая, слишком худая, слишком молодая, а потом слишком старая. Ты в один прекрасный день обнаруживаешь себя в депрессии, живущей не своей жизнью, вообще не понимающей кто-то, куда тебе идти, что тебе нужно. От нас всегда требует много и почему-то наших усилий всегда мало. Это вообще черта русских женщин — сбежать, кого-то отмывать и кого-то спасать. А где ты во всем этом? Где твои истинные желания? Я никогда не знала, чего я точно хочу. В этом фильме мы постараемся разобраться, чего же на самом деле хотят женщины. Ты с какими установками росла и какие слова у тебя в голове отпечатались вот оттуда еще, с самого начала, громче всего? Я росла в достаточно требовательной семье. То есть я первый ребенок, соответственно, поэтому... Ожидания. Да, ожидания всегда были высокие. Поэтому меня, как и любых других детей, я думаю, что хвалили, когда я была хорошей, когда я была правильной, когда я действовала по каким-то четким правилам, когда я приходила вовремя, не знаю, была пунктуальной, делала домашнее задание. Из-за этого, я думаю, что у меня все равно сложилась вот эта история о хорошей девочке. То есть я обожаю правила. Я обожаю быть хорошей. Я трудоголик. Я очень много работаю, потому что, как я тоже выяснила, что через это я всю жизнь пыталась тоже как-то заслужить любовь. У родителей, у мира, у себя самой тоже. И вот только в том году я поняла, что, оказывается, так не работает. Меня не очень любили учителя, они очень любили родственники. Многие и постоянно пытались меня как-то в какие-то рамки загнать. Маме на родительском собрании все время говорили, что Оксана ужасная, ужасная. Когда она говорила, а что ужасная? Ну, ужасная, что вот ты заходишь в класс, видишь только ее. Я не знаю, была ли у меня такая установка по жизни, но, наверное, она была, я просто ее не осознавала, что быть заметной опасно, быть яркой опасно, выделяться опасно. Но вот я помню, что когда я как раз пришла в первый класс, и уже учительница поставила в журнале подпись «Слишком много болтает». То, что я чувствовала, что со мной что-то не так постоянно, это было. То есть как будто у тебя есть все время ощущение, что ты какой-то не такой, какой нужно. Мне, я помню, учитель географии, она всегда говорила, что ты вырастешь плохой женщиной. Из таких, как ты, вырастают падшие женщины. Таких женщин это ужасно, это на таких не женятся, громко не должна смеяться. Я все время ха-ха-ха, там что-то. Нет. В принципе, в лицо говорилось проститутка, да. Это же еще была школа советская, где нельзя было краситься. То есть у нас приходил директор школы, он открывал класс, и вот он смотрел, дай бог у тебя там где-то что-то. То есть прям тебя умывали в туалете холодной водой, потому что не может женщина, девушка, будущая коммунистка, комсомолка и строитель большевизма, социализма красить себе там какую-то бровь непотребную. Не было той возможности проявления индивидуальности, которая началась чуть позже. Мы начали надевать джинсы в школу, потому что ага, больше нет Советского Союза. И вот эти вот старые закалки учителя, которые всю свою жизнь работали в советской школе, и они в шоке, что ты в джинсах, а тебе там 12, опять же, 13 лет. И понятно, что там личности, конечно, ломались жестко. Мне часто говорили еще со школы и с института о том, что меня слишком много. И я помню эту фразу. Мне всегда говорили, глотких слишком много. Ой, ну она такая, ну вы точно. И потом даже в работе это проявлялось, когда меня не хотели звать на какие-то программы или интервью, и говорили, ой, ну глотких придет, и опять будет слишком много, давайте не будем. И в школе было то же самое. Меня как будто бы всегда хотели немножко погасить, немножко притушить. То есть внутри у меня было такое чувство, что я хочу выделяться, я хочу быть яркой, необычной. Но из-за вот этого давления общества я себе не так часто это позволяла. Я позволяла это себе с людьми, в которых я уверена. Я всегда хотела танцевать. То есть вы всегда мечтали о танцах, и окружение поддерживало. Не было вот такого, что никто не давил, никто не... Не было. Единственное, в цирк-то, я же уехала в цирк работать, должна была поступать в институт культуры. Вот тут родители немножко, конечно, ну не хотели они, чтобы я поехала работать в цирк. Говорит, надо учиться. Я говорю, знаете что, вот вы мне сейчас не разрешаете сделать то, что вот я хочу. Я говорю, вот не получится у меня что-нибудь в жизни. Я вам обязательно припомню, вы будете виноваты. Я помню, вот мама, я помню ее глаза, они остолбенели от такой наглости, потому что нас воспитывали очень так, по губам нам вот так шлеп-шлеп. То есть со взрослыми людьми мы не должны были даже тона повышать. Мама, помню, вот так, чемодан, начала мне собирать чемодан, все, пусть едет. И вот так вот я попала в цирк, собственно, сломала ногу, ничего у меня там не вышло, ну и дальше вот получилось то, что получилось. Мы все хотим быть космонавтами, ну когда тебе там 3, 5, 6, 7 лет, а когда тебе уже 15-16, все куда-то бегут и поступают, а ты побегу со всеми. И это зарождает в тебе неуверенность. У меня было вот это вот распыление желаний, потому что у меня всегда очень много подруг, очень много знакомых, и вот кто-то занимался гимнастикой, я такая, о, я иду на гимнастику. Потом смотрю, у меня есть подруга, она невероятно круто шила мягкие игрушки. И я такая, я иду с тобой шить мягкие игрушки. Вот на барабан, я же тоже не пошла сам, я такая, я иду на барабан. А девчонки пошли, я такая, я с вами. Хотя у меня там за плечами музыкалка. То есть ты за всеми повторяла, получается. Да, то есть я там приходила и говорила, я хочу, ну я, к примеру, сейчас там бассейн, такие, да, ок, и я такая, я в бассейн. Там через 2 месяца, ух ты, я хочу фехтование. Вот это вот все из меня сделала женщина, которая живет в угоду другим людям, в угоду мужу, потому что его интересы важнее, чем мои. Там, ты рожаешь детей, у тебя не будет карьеры, да, я же там работала. А да, конечно, у меня не будет карьеры, ничего страшного, я буду сидеть дома. И я уходила с работы, чтобы сидеть дома с детьми, потому что это так вот, ну вот хотелось. Потом, а, у тебя ты потеряла работу, ладно, я пойду на какую-то, на другую, никуда я хочу, чтобы у нас там что-то там где-то, я тебя поддерживаю. Что ты хочешь, так хочешь, к маме, к своей хочешь, а не к моей, поедем к твоей. И это потом, вот это спасательство, оно привело меня, в принципе, в очень страшную, достаточно ситуацию в моей жизни, когда вот это надо спасать. Это вообще черта русских женщин, убежать, кого-то отмывать и кого-то спасать. Чего я хочу на самом деле? Как часто вы задаете себе этот вопрос? Я начала совсем недавно и была в шоке, когда поняла, насколько часто я шла на поводу окружающих. Более глубокое понимание себя – это лучший, пожалуй, подарок, который вы можете себе сделать. И в этот непростой путь стоит отправляться под присмотром специалиста. Сегодня я хочу рассказать вам про PSAI-PSAI, сервис психотерапевтического консультирования. И знаете, чем он меня зацепил? Выбором форматов общения с психологом. То есть это не обязательно стандартные разговоры по часу, глядя ему в глаза. Не всем это комфортно. Вы можете выбрать тот формат, который удобен именно вам. Переписка, аудиозвонки, аудиосообщения, видео. Сначала на сайте надо заполнить анкету и отметить, кому нужен психолог – вам, паре или ребенку. А после уже система поможет подобрать специалиста конкретно под ваш запрос. Затем вы просто оплачиваете подписку и начинаете уже общение со специалистом. Вы можете писать психологу в мессенджере, как только вот вас что-то затревожило, забеспокоило, напрягает. Все специалисты – живые люди и отвечают немолниеносно, но зато их ответы – это такие всегда развернутые ответы. И нет ощущения отписки. В то же время специалисты не напишут вам первыми, потому что они соблюдают ваши личные границы и напишут вам только, когда вы будете к этому готовы. Историю сообщений можно перечитать и еще раз все отрефлексировать, посмотреть на проблему со стороны. Так терапия становится эффективнее. Иногда психолог может не подойти, и это нормально. Порой мы парикмахера или мастера по маникюру не можем найти с первого раза. Нужно просто дать себе время и найти того самого человека, человека, с которым вам будет комфортно. В рамках сервиса психолога можно заменить на любом этапе терапии, бесплатно, неважно, там, два дня прошло, или вы сразу поняли, что специалист вам не подходит. Просто пишите в поддержку, и персональный менеджер помогает с решением этого вопроса. Сделайте себе подарок новую, более осознанную жизнь. Переходите по ссылке на экране или в описании, оформляйте подписку прямо сейчас и получите скидку 500 рублей или 9 евро на первую неделю пользования сервисом по промокоду. А ты помнишь, о чем ты мечтала? Я никогда не знала, чего я точно хочу. Из-за этого всегда было очень много, не знаю, страха, каких-то постоянных взвешиваний, мотаний. Учитывая, что я уже 5 лет пою, и я 5 лет на сцене, только в прошлом году, мне кажется, я приняла это решение о том, что я хочу быть на сцене. Потому что я как раз-таки пыталась, понимаешь, услышать свой голос, отодвинув все общество, всех людей, всех извне, кто мне может что-то говорить. Потому что у меня был страх того, что пение и сцена мне навязаны. Типа мода, да? Да, то есть это же, я же вообще не сама в это пришла. То есть как будто бы мне что-то, кто-то, возможно, мне навязал. А вдруг я не хочу, а вдруг я не должна, а вдруг это не мое место, а может быть это просто тренд. И я вот в этих мыслях в прошлом году я прям погрязла. А о чем ты мечтала в детстве? Я мечтала о принце на белом коне. Принц это же тоже стереотип? Стереотип, конечно. Тоже и сказки. Конечно, и сказки. Ну, каждая девочка, она не застрахована вообще от того, что она должна ждать принца. То есть ты в любом случае вырастаешь, и ты должна выйти замуж. А ты понимала в этот момент, чего ты на самом деле хочешь? Еще нет. В 20 лет, мне кажется, мало кто понимает на самом деле, что ты хочешь. Потому что все-таки вокруг тебя очень много того, что нужно. То, что должна делать женщина. Получить образование, реализоваться в карьере, должна быть худой, хорошо выглядеть, чтобы в итоге встретить принца. И хэппи-энд, чтобы получилось. Мой муж, он такой прям четко знал, что он хочет. Я на него смотрела и думала, боже, вот это вот да. И он придавал мне какую-то вот уверенность в том, что нужно что-то хотеть. И я начала копаться и понимать, что же, вот что мне хочется. Попробовала поработать. Попробовала заняться бизнесом. А потом я поняла, что вот именно в этот момент жизни я хочу ребенка. А был момент, может быть, какой ты перестала слышать себя и свои истинные желания? Был момент первый год после рода. Тут вообще все пошло не так. Ты же хотела ребенка, ты же мечтала. Да, я хотела, я мечтала. Но мечтать и знать, что тебя ждет, это две разных вещи. И когда ты окунаешься просто вот сразу во все это, тебе и твоей психике нужно время для того, чтобы адаптироваться. Для того, чтобы понять, где твои желания, где желания ребенка. Как это совмещать, как сделать так, чтобы и ты, и муж, и родители, и друзья, чтобы все были довольны и не потерять себя. Вот здесь как раз таки вот первый год это самое сложное, что было для меня. И теряла себя, и не знала, что я хочу, как я хочу, как мне жить, как быть и как с этим всем бороться. Плакала по ночам, ребенка уложила, плакала. Что дальше? Вот я такая, поправилась, мечты нет, цели нет, как вообще быть, что делать? Прям подкосило это мне. Меня, наверное, осудят многие женщины, но я никогда не мечтала стать матерью. Бывают девочки, которые с детства играют в куклу, с детства представляют, как у них будет семья, как у них будут дети. Я никогда не была таким человеком. Я никогда не мечтала о свадьбе, и я никогда не жила мечтами о ребенке. То есть я хочу, чтобы у меня были дети, но я никогда о них не мечтала. Дети у меня вызывали страх, и материнство скорее у меня вызывало страх, потому что это неизвестность, и я не понимала, как это, что с этим делать. Плюс из-за того, что я супертревожный по жизни человек, мне всегда казалось, что до того, как стать матерью, я должна обеспечить... Вот опять же, это тоже какой-то страх из детства. Я должна обеспечить базу, я должна обеспечить безопасность. У меня должна быть квартира, у меня должна быть устаканившаяся работа. То есть мне важно было встать на ноги, чтобы об этом задуматься. Я только сейчас начинаю об этом задумываться. Я вышла замуж, потому что две моих лучших подружки вышли замуж. Там не было какой-то великой любви, что я с этим человеком хочу прожить всю жизнь. Просто я понимала, что они вышли. У меня прям две подружки вышли друг за другом с разницей в три месяца. И я такая, ой, в смысле? А я, ну что? И было еще невозможно на тот момент жить с мамой дома, потому что она тогда уже строила отношения. И у нее родилась моя сестра, и там было тесно, мне не нравился ее мужчина новый. Для меня это был хороший повод, в принципе, встретить человека, чтобы уйти из дома. В 18 я вышла замуж, в 19 я родила. И, конечно, потом осознание приходит, что, в общем-то, ты не любишь этого человека. И у вас вообще разные интересы. Вы по-разному смотрите на эту жизнь. Мы офигевали от того, что нам надо выживать в этой Москве, где у него еще не было работы. У меня уже ребенок, он на каких-то подработках, денег не хватало, плюс ему там что-то не нравилось. И это все привело к каким-то стычкам, к каким-то толканиям друг к другу, которые привели к тому, что я понимала, что я не хочу, я не могу. Мы ругаемся, я его не люблю, он может меня толкнуть, и это все никому совершенно не нужно. Невозможное количество условностей навязывается женщинам, которые нельзя прям все соблюдать. У тебя не получится, потому что ты живой, нормальный человек. Но от нас требуют этих соблюдений. Воспитывать детей без отца бедные дети. То есть ты им сделала ужасное детство, ужасную жизнь. Хотя прекраснейшие дети у меня, я считаю, что я вообще справилась на 150 тысяч процентов. Но вот это как и кому-то должна соответствовать, я до сих пор никак не могу понять. Потому что ты должен быть и такой, и такой, и такой, и такой. Не будешь ты никогда такой. Мне кажется, что у нас все в обществе должны соответствовать каким-то стереотипам. От мужчин тоже много чего хотят, но от женщин больше. Я верю в то, что у меня есть способности, и я классная, и я хороший человек, и у меня есть много хороших положительных качеств. А с другой стороны, как будто бы всегда была неуверенность с самого детства. Блин, а точно ли? А точно ли я достойна? А точно ли у меня получится? А точно ли я классная? И, видимо, это желание постоянно показать внешне всем, что у меня есть, чего я добилась, это как какая-то метка. Но на мне вот социальные стереотипы очень здорово сыграли. То есть вот это социальное доказательство своей успешности по мне проехалось так конкретно. Был ли у тебя какой-то момент, в какой ты себя перестала слушать и потеряла свои истинные желания? Прошлый год и сепарация с родителями, и с командой, первые какие-то серьезные отношения. Случился такой основной кризис, когда я прям реально начала сомневаться по поводу всего, чем я занимаюсь. Потому что я поняла, что все вот эти вот мечты, которые я хочу, я их реализовываю, а счастья как такового я от этого не получаю. Поэтому я задумалась, ага, а чего у меня тогда получать счастье? А что я реально хочу? Я много думала, много оставалась сама собой, отдалялась от людей и разбиралась с тем, кто я и что я хочу. На разных этапах жизни передо мной вставали разные вопросы, и я шла с ними разбираться. И я считаю, что человек не может на самом деле справиться с этим сам. И если у него есть достаточное количество травм или каких-то комплексов, он должен ходить к специалисту. Другой вопрос, насколько трудно найти хорошего специалиста. Я перепробовала вообще все, что можно. Вот просто все, что можно. И сейчас нашла... То есть тебе и психологов, и... И регрессологов, и торологов, и расстановщиков. Никого я только не перепробовала. А какие травмы ты прорабатывала, если можешь рассказать об этом? Не, ну я очень много с какими травмами работала, потому что у меня было достаточно травматичное детство. Помнишь известную историю с Харви Ванштейном? Да. И когда все начали писать, что они сами виноваты, да они сами ходили, я там вытащила историю, которая была у меня в детстве, когда ко мне приставал папин друг. Он как бы разложил эту историю с точки зрения женщины, тем более молодой. Как она это воспринимает? Она может, да, и сама куда-то прийти, даже на что-то соглашаться. Но это совсем не значит, что это нормально. Женщины в целом зависимые существа от мужчины. Только сейчас эта ситуация очень сильно меняется. Я думаю, к любой девушке кто-то приставал в юности. Мало кто избежал этой участи. Как бы так или иначе, в той или иной степени это случалось с каждой. И обвинять в этой ситуации женщину, мне кажется, что это просто запредельно. А ты тогда рассказала дома? Нет, конечно, я не рассказала. И я думаю, что очень многие женщины никогда не рассказывают и ничего с этим не делают. Как раз из-за чувства вины, что они сами виноваты. Почему нам часто кажется, что мы недостаточно хороши в карьере, в семье, в отношениях? Да, у меня было, что я там плохая мать. Это чувство постоянно у кора такого внутреннего, да, это было. Если бы вернуть это время, я бы Вовку, допустим, все равно с собой. Ну, то есть он бы постоянно рядом был. Вот то, что я уезжала, приезжала, уезжала, приезжала. Да, ему было тоже тяжело. Я не говорю, что все, что я делаю, это совершенно. Нет, конечно. Я все время тоже занимаюсь самокопаниями, анализирую, так, а правильно ли я сделала. Насколько я знаю вашу историю, что вы отказались переехать за мужем, да? А как это произошло? То есть муж просто такой говорит, мне нужно уехать. Ну, он мечтал, нет, но у него была мечта. Он как-то с детства уже к этому готовился. Он учил язык. А вы решили, что... Нет, я категорически. А вы сразу поняли и сомневались? Я и сейчас тоже. Вы понимаете, вот так вот взять, переехать в страну с другим менталитетом абсолютно. Все-таки мы разные. Это сильное достаточно решение. Ну, в принципе, да. И большинство женщин, как мне кажется, поехали бы все равно за мужчиной. Ну, да, наверное. Потому что предназначение женщины из серии. Ну, как же я бы... Ну, да, да. То есть это сильное решение было? Было сильное решение, тем более я была беременна. Это было сложно. Ну, меня захлестнула работа. Меня вот это все... Вот я была так влюблена в свой Тодос. А вы можете сказать, что вы предпочли прям вот карьеру в семье? Мне казалось, что будет какой-то баланс, что мы каким-то образом все-таки справимся. Ну, просто не получилось. Невозможно, и все. Вы четко осознавали, что это дело в вашей жизни? Ну, конечно. Ну, куда это? Как дитя. А вы бы бросили? Сложный вопрос. Ну, очень сложный. Вы знаете, вы создали это все. Мне было бы, наверное, страшно, если бы я все положила на какую-то работу, а потом такая... И чего дальше? А с кем разделить? Меня звали замуж. Ставили условие, что вот бросай. Я говорю, что значит бросай? Как ты себе это представляешь? Ну, ты понимаешь, что не получится у нас там семейная жизнь? Ну, значит, не получится. С детства мама всегда говорила, что женщина должна быть независимой, самодостаточной, и женщина должна уметь заработать всегда себе на кусок хлеба. Я всегда росла с этой установкой, что что бы ни случилось, я должна твердо стоять на ногах, я должна быть в состоянии сама заработать себе на жизнь и реализоваться. И поэтому, возможно, карьера и работа очень долго были на первом месте для меня, в принципе, по жизни, потому что мне всегда хотелось признания. Именно поэтому до сих пор я живу на похвале. Похвала для меня самое большое топливо. А как тебе кажется, почему вот вообще мы живем не своими выборами? Мне кажется, что это идет все с детства, да, со школьной сками, с детского садика, когда тебе запрещают выделяться. Тебе надо быть как все для того, чтобы вырасти и получить образование. Не дает никакой индивидуальности, никакого раскрытия, и мы привыкаем быть как все, одеваться как все. Какой-то тренд пошел, значит, мы будем делать как все. Нас это заложено. Очень мало количества людей, которые могут найти себе силы и сказать, я не хочу так, я хочу быть другой, хочу жить по-другому. А как разобраться? Где твой выбор, а где навязанный? Для этого нужно начать работать с собой. То есть только так, когда ты один сидишь или попадешь к специалисту, либо когда ты сама начнешь разбирать какие-то темы, ты должна поговорить с собой, прям задавать себе вопросы. А что я хочу сейчас? А вот что сегодня я сделала для себя? Будь собой. У меня единственное, что вот просто слушай себя. Это так сложно, особенно для меня, потому что я слушаю всех вокруг, но пока ты не научишься слушать себя, у тебя вообще ничего не будет. Ты так будешь жить чужую жизнь. А как ты научилась себя слушать? У тебя есть какой-то лайфхак? Ну вот твой личный, вот как ты на себя это применила? Я просто вот действительно очень долго боялась, что меня выгонят из женского стендапа, уволят. И я, мне как раз психолог говорил, представь, что это случилось. Вот представь, представь, что это случилось. Все, тебя выгнали. Или представь, что этот мужчина от тебя ушел. Вот представь. Так случилось, что вы не любите друг друга. Ну так получилось. Признай за ним право тебя разлюбить. Признай за ним право полюбить другую женщину. Признай за собой это право. Его разлюбить и полюбить другого мужчину. Что ты будешь конкретно делать? Я говорю, ну если у меня не будет женского стендапа, я пойду писать сценарий. Она говорит, прикинь, мир не рухнул. Но на тот момент я думала, что мир рухнет. У нас очень много страха остаться в одиночестве. А вот когда этого страха нет, тогда у тебя появляются мужья. А, так вот и в чем секрет. Я не боюсь остаться одна. Реально просто нет страха остаться одной? Нет. Ну вот сейчас я одна на сегодняшний момент. Господи, как хорошо. Прям чудесно. При этом я знаю, что я абсолютно готова к отношениям. Они у меня точно будут без проблем. Хотя мне говорят, ты там старая. Старая это вообще любимая. Мне уже года три, наверное. А сколько тебе лет прости? 44. И старая уже? Да, да, да. Уже года как три. Все, уже старая старуха на пенсию. Внуков, нянча. Уходи со сцены. Почему мы должны смотреть на дряблых женщин? Господи, где? Подождите, я тут авкалю. Покажите место. Сейчас мы все исправим. Да что происходит-то вообще? Я еще, если захочу, рожу вообще-то. Вы чего меня списываете? Эйджизм. Самая большая проблема, которую я сейчас вижу. Сначала я начала обращать на это внимание в инстаграме, когда я видела, не знаю, комментарии. Да вы выглядите на 40. И это сказано, как будто бы это какое-то оскорбление. И пару раз такое было, что хейтеры, когда хотели меня как-то задеть, тоже говорили. О, я думала вам 45, вы так выглядите. И мне это кажется странным и немножко страшным, честно говоря. Как будто бы у этих людей не будет этого же возраста. Как будто бы это вот только эта женщина. Вот ей исполнилось 40-45, и все. Ее можно списывать со счетов. А как будто бы человек, который это комментирует и ей это говорит, как будто бы ему никогда не будет 40-45 и так далее. Признаюсь вам, я уже забыла, когда последний раз ходила за продуктами. В мире есть гораздо более увлекательные вещи. Танцы, языки, встречи с друзьями, походу в театр. Я не хочу тратить время на супермаркеты и авоськи с картошкой. А вот есть я очень люблю. И нашла способ сделать так, чтобы еда сама приходила ко мне домой. Меня выручает сервис в прок.ру «Перекресток». Скачиваем приложение в прок.ру, открываем каталог, а там больше 40 тысяч наименований. Как в гипермаркете. Овощи, фрукты, рыба, мясо и много чего еще. За качество продуктов можно не переживать. Их выбирают как для себя. И, если честно, еще ни разу мне не приходили мяты или испорченные заказы. Курьеры очень вежливые, а доставку можно назначить на удобное время. Давайте посмотрим, что нам привезли. Свежий виноград, малина, манго, авокадо, красный перец, помидоры, которые пахнут помидорами. Семга, мраморная говядина. В общем, ровно такие же вещи я взяла бы в магазине. Но зачем тратить на это время? Кстати, мой личный лайфхак. Когда я возвращаюсь из путешествия, я заказываю доставку, порой даже сидя еще в другой стране. То есть не нужно никуда идти после перелета, таскать эти тяжелые сумки, а свежая еда уже у меня на пороге. Еще к 8 марта в прок подготовил специальный раздел, где можно купить подарки для любимых. Все подробности в описании. Уверена, вы тоже оцените этот сервис и найдете, куда потратить свои свободные пару часов. По промокоду ГЛАТКИХ15 скидка 15% от 4500 рублей, но не более 1000 рублей. Попробуйте. Как ты считаешь, как общество вообще на нас давит, на женщин? И в чем когда-либо проявлялось давление на тебя? Ты, с одной стороны, должна молодо выглядеть всегда, но при этом, если ты делаешь пластические операции, ты подвергаешься хейту. Должна быть суперсексуальной, но при этом у тебя должен быть один муж и должна быть очень хорошая семья. Зачем тебе при этом быть суперсексуальной? Не очень понятно. Ты должен как бы сочетать в себе все, но непонятно, каким образом. И практически невозможно сделать так, чтобы ты был перфектен во всем. Понимаешь, если у тебя кубики на животе, это значит, что ты не вылезаешь из спортзала, значит, ты отбираешь время у своих детей, у своего мужа или у сна, и тогда у тебя будет уставшее лицо. Что делать-то? Что делать-то, да. То есть как ты должен и спать, и не вылезать из спортзала, и делать бизнес, и дети у тебя должны, кто-то с ними должен бесконечно заниматься, и муж у тебя должен быть тоже не оставлен вниманием. И вот как тебе, женщине, разорваться и везде быть идеальной, потому что иначе ты виновата. То есть если у тебя семья, например, не получилась, кто виноват? Ну ты виновата. Женемуш виноват, а ты виновата. Если что-то с детьми не так, это не то, что вот они такие родились, так тоже бывает. Ты их плохо воспитываешь, ты делаешь все плохо. На данный момент я столкнулась с одним стереотипом, что ты родила ребенка и должна идти работать. Иначе ты просто вот для общества умерла, потому что ты не развиваешься, ты тунеядка, лентяйка, ты не работаешь, и что дальше из этого будет? То есть нельзя тебе сидеть дома и заниматься только ребенком. Так дела не делаются. И когда ты пытаешься объяснить людям, что у меня своя работа, и я не про то, что я там мою, стираю, клажу, нет, я про то, что у меня сейчас работа, я воспитываю здоровую психически, здоровую личность, которая в дальнейшем будет счастливым человеком и будет добиваться больших высот. И это огромная работа и огромный труд. Ты не отвела ребенка в садик и пошла заниматься своими делами, а ты проводишь не максимальное количество времени. Вот эту вот историю все обесценивают. То есть надо в сад и идти работать. Как ты справляешься с давлением общества по поводу ребенка, что вот не водишь в садик? Одна женщина, она прям очень грубо сказала, ну и дура. Ты свою жизнь спускаешь коту под хвост, ребенок твой ничему не научится, она будет там социофобкой. То есть она так грубо мне это сказала, я на тот момент просто опешила. Таких женщин очень много, потому что у людей, наверное, нет возможности или нет желания жить по-другому. И когда у кого-то лучше, по их мнению, они начинают хейтить. Просто я удивляюсь, как тебя это не сбило с твоего пути? Как ты вот не начала прислушиваться? Господи, я же у него опытные мамочки, все говорят, что так нельзя, может быть, они правы. Как ты вот в себе не сомневаешься? Я сомневалась в себе. Я на месяц отдала ребенка в сад, просто под давлением общества. Да, я думаю, ну может быть. Я действительно не права. Мы походили месяц. Доча без истерик, без всего, она просто села и говорит, мама, мне надо с тобой поговорить. Сад это дно. Я думаю, господи, да кому вообще, кого я слушаю? Да не нужен нам никакой сад. Ничего ей не заменит материнской любви, ласки и заботы. Даже если она будет со мной ходить там на съемки, на работу, она вырастет, и она будет вспоминать, что мама была рядом, и она была рядом с мамой. Никакая няня и сад это не даст. И вот я тогда уже путем практики поняла, да, что больше я никогда не поведусь на то, что говорят другие. Вот у меня, например, нет талии практически, зато у меня есть пресс. Как бы я не тренировалась в зале, не знаю, как бы я не питалась, у меня никогда не будет плоского идеального живота. У меня были пинтерст-картинки с этими идеальными просто формами, рельефными прессом. Я просто убивала, мне кажется, себя ради вот этой картинки. Три раза в неделю силовый, бег, я бегала по пять километров, утром и вечером. Я вообще не знаю, что. То есть, потому что у меня была вот эта одержимость тем, как выглядит мое тело, и что я хочу вот так, как на картинке, я хочу так, как вот, ну, принято, знаешь. А потом я поняла, что, опять же, есть абсолютно разные тела, абсолютно есть разные генетические данные. Я поняла, что я никогда не смогу быть такой, какие картинки я сохраняю, потому что я базово по строению тела другая. У меня вышел пост, где я такая, а знаете, мне, если честно, вообще уже на все насрать. Я выложила фотку, где я сначала напряженная такая вся вдохнула, а вторая фотка, я суперослабленная, я там покушала, у меня вываливается живот. Я вот просто показываю свое тело, какое оно есть. Я тоже не идеальна. У тебя есть навязанные желания? Слушай, куча абсолютных. Куча навязанных? Да, 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 я пошла к тарологу, потому что все вокруг ходят таролога. Я такая, ну что, ну пойду. Честно, вот я очень сильно хочу заниматься йогой. И я понимаю, да, да, я прям такая йога. А потом я сижу дома и думаю, не хочешь ты йогой? Ну что ты рассказываешь? Ну ты не хочешь. Или там вот надо заниматься спортом, ходить в тренажерку, в бассейн, в это, в это. Я такая, да, да, спорт. Я наняла тренера. И я каждый раз себя заставляю это делать. Я думаю, а почему вдруг я решила, что мне надо это делать? Ну то есть это какое-то не мое желание. Просто все вокруг. Ты должна быть ЗОЖ. Ты должна быть спорт. И я такая, нет. А потом все равно такая, нет, нет, это мое тело, это мое здоровье. Мне очень хочется айфона. Очень. У тебя нет айфона? Есть, есть. Но он у меня тринадцатый. А хочется такой, блин, у всех пятнадцатый. У меня такое было с макбуком, когда у меня был обычный какой-то ноутбук, и все купили маки. И я такая, а что у всех? Ну, блин, как будто это какой-то статус мака. А тут я села у нас, тут все начали тоже в Дубай ездить. И я такая думаю, да, как, блин, может мне это понять? А потом мне прям вот вопрос. Я думаю, что ты там будешь делать? Тебе туда надо? И я понимаю, что я не хочу в Дубай. Это навязанное желание. Я не хочу. Я не хочу там со стилистом ходить и выбирать одежду, хотя многие так делают. Я не хочу. Это навязанное желание. Но я такая, да, надо пойти, надо выбирать. Ну, то есть такого много. Откуда эти навязанные желания берутся? И как вот ты поняла, что они навязанные? Потому что многие люди вообще даже не осознают. Им кажется, что это их желание. Что я хочу быть там. Да, да, да. Йога, авокадо, Дубай, Бали. Потому что это твоя среда, в которой ты общаешься. Это твое окружение. И ты думаешь, ну, он уже не может все ошибаться, раз они так живут. Значит, в принципе, либо ты какая-то странная женщина, которая заходит в комнату и все начинают замолкать. Привет. Либо у тебя есть смелость быть такой. И не ходить со всеми тусовки, караоке, что-то там еще. Или, знаете, вот как модно там что-то сейчас выйдет, какой-то там, к примеру, фильм или ситуация какая-то, которая вокруг. И вот у всех вот модно говорить такое мнение вот об этом. И ты такая вроде, да, плохой фильм. Сама такая думаешь, почему плохой? Я его даже не смотрела. Мне казалось всегда, что я себя знаю. Даже за столом еду заказываем. А ты что будешь? А ну давай я то же самое возьму. То есть даже в каких-то вот таких вот вещах, типа либо как удобно, либо как все заказали, либо а ты что будешь? И я то же самое закажу. То есть как будто бы я даже в мелочах не могу сделать иногда выбор, что я хочу поесть. Да, а это из этого же складывается понимание даже на высших уровнях, чего ты хочешь по факту. Окончается это тем, что ты в один прекрасный день обнаруживаешь себя в депрессии, живущей не своей жизнью, вообще не понимающей кто-то, куда тебе идти, что тебе нужно. Некоторые еще выбирают вот именно вот эти статусные истории, ну когда вот надо же там, чтобы была хорошая работа, хорошая должность, там хорошо зарабатывать, хорошо одеваться. А возможно тебе вообще это не нужно? А возможно тебе это и не нужно. Может тебе не нужен этот статус, может тебе не нужно много подписчиков социальных сетей. Это призвание, я не знаю, жить в лесу, собирать растения и делать из них чай, например. Да, но в обществе это порицается как будто бы. Как будто ты сумасшедший, отъехавший, да. Отъехавший, да. А как понять, какие желания твои истинные? С этим нужно просто разбираться каждый день, замечая себя. Вот ты вот что-то делаешь, ты останавливаешься, думаешь, я правда этого хочу. Люди не привыкли замечать свои чувства и привыкли жить от головы, а не от сердца. Потому что если ты живешь от сердца, ты, в общем, практически не делаешь ошибок, потому что сердце, оно как бы всегда знает, что тебе нужно. Ты умела любить всегда или ты тоже... Ты знаешь, я думаю, что я только сейчас этому учусь по-настоящему. Но над любовью к себе я долго работала, много лет, и делала это целенаправленно. Ни в 20, ни в 25, ни в 30, конечно, никакой любви к себе у меня не было. И принятия, наверное, тоже не было. Я просто помню, как мне не нравились в себе какие-то вещи. Я смотрю сейчас на свои фотографии того возраста, я думаю, боже, что там могло не нравиться? Там просто я была богиней, реально. Что? Ну вот что я к себе придиралась? Я уверена, что через 20 лет я буду также смотреть на свои сегодняшние фотографии. Насколько вы считаете, что танцами для души как хобби надо заниматься каждой женщине? Я всем советую танцевать. Обязательно. Даже если нет времени пойти куда-то, допустим, учиться, включайте что-нибудь с утра, танцуйте, потому что это биологический процесс, очень в организме важный происходит. Это, собственно, спорт под музыку. Я до 29 лет не занималась танцами, ничем подобным. В 29 что-то мне стукнуло в голову. Я пошла на бачату. С первого же урока у меня было ощущение, что я хочу заниматься танцами, что это невероятно, что я просто потеряла годы. Теперь я занимаюсь танцами постоянно. Я сделала в итоге, не поверите, свой собственный танцевальный проект. Я находила лучших преподавателей в каких-то специфических стилях, которым я занималась. И вместе с ними мы записывали уроки для таких вот начинашек, для деревьев. Потому что, когда я выложила первые свои попытки танцевать, мне написали, что я дерево, и что мне танцевать нельзя вообще. Ну и ладно, подумаешь. И что сделала я? Меня это раззадорило. Я говорю, в смысле я дерево? Я сделала деревянный лес. Я говорю, кто еще бревна? Давайте собираемся. И, значит, и танцуем. И у меня родился такой проект, танцую из гладких. 10 тысяч учеников его уже прошло. Начинающий. И кто-то после этого онлайн-курса пошел уже заниматься дальше танцами. Девочки, некоторые пошли вообще профессионально танцами дальше заниматься. Видите, какая вы молодец. У нас сейчас такое движение. Движение леди называется. Они так уже танцуют. Приходят вообще с нуля. Мамы и бабушки даже у нас есть. Стройнеют, худеют. Это очень важно. Танцуйте все. Всегда. Что такое для меня быть красивой? Это нравится в зеркале самой себе. Но на днях я чуть-чуть ошалела. Я получила фотографии с премии, где была ведущей. И вместо роскошной женщины увидела такое нечто сутулое в вечернем платье. Я в ужасе побежала узнавать, что с этим делать. И поиски привели меня в умный фитнес. Как вам результат всего за один день занятий? На обеих фотографиях я стою расслаблена. А вы знаете, что кривая осанка это не только сутулые плечи, но и отеки, морщины, второй подбородок, выпирающий даже у худышек живот. И на все это влияют и наш таз, и даже наши зажатые ступни. Вы тоже ужаснулись? Давайте работать над своим телом и здоровьем вместе. Жду вас на моем онлайн-проекте «Танцуй с глотких», причем с этого года там будут не только танцы. Во-первых, вас уже ждут 20 уроков с упражнениями для спины, тазового дна, красоты и здоровья. Тех самых уроков, после которых моя спина выпрямилась за один день. Хотя, конечно, это только начало. Развивать женственность, пластичность, избрасывать лишние килограммы нам помогут уроки танцев. Чувственная бачата, дерзкий регетон, шаффл, 15 минут которого заменяют час на беговой дорожке, танец с живота, болливуд, многое другое. Все это вы найдете на обучающей платформе «Танцуй с глотких». Всего больше 200 уроков по 17 танцевальным направлениям. База уроков, как танцевальных, так и в разделе «Красота и здоровье» будет постоянно пополняться. То есть покупаете и регулярно получаете что-то новенькое. Кто не в курсе «Танцуй с глотких» это мой масштабный онлайн-проект, который за три года прошли уже больше 10 тысяч человек. Летом 23 года в Москве я устроила настоящий бразильский карнавал, где мы с девчонками танцевали самбу под руководством бразильцев и пять часов до упаду зажигали под латиноамериканские хиты. Что самое главное, мой проект создан специально для новичков, для тех, кто никогда раньше даже не пробовал танцевать. Кому говорили в детстве «Танцы это не серьезно», кто слышал потом «Да ты же бревно!» «Ой, уже поздно!» «Тебе же за 30!» «Ты слишком толстая!» «Ты мать семейства!» «Какие танцы!» Ну и все в таком духе. А кто-то и сам себе запрещал, просто боясь косых взглядов и осуждения. Как получить все эти уроки и присоединиться к нашему сообществу? Оформить подписку! 6, 7 и 8 марта вас ждет специальная цена. Сделайте подарок себе и близким. Переходите по ссылке в описании под этим видео и давайте вместе расправим плечи, поднимем головы и летящей походкой отправимся в свою красивую и здоровую жизнь. Скажите, а вы себя всегда принимали вот именно как женщину? Ну то есть вот внешне? Я всю жизнь худею. Еще со школьного времени у меня все так, у меня здесь, здесь. Вроде я и танцевала, и была стройная у меня, вот такая талия была. Ну все, все у меня было в порядке. В принципе, я смотрю на эти фотографии и думаю, господи, что тебе там не нравилось? Там было все очень хорошо. Нет. Вот всегда можно отыскать у себя, значит, не идеально. Это не идеально. Но потом в какой-то момент я плюнула. А в какой момент, скажите, когда ты ждал цена этого момента? Когда ты занят и тебе уже не дает. А потом ты себя принимаешь глазами мужчины. Вот когда мужчина тебя любит и принимает такой, какая ты есть, и говорит, что ты прекрасна вообще и все в тебе прекрасно. Вот и все, и к тебе приходит это осознание. То есть все-таки самооценка женщины зависит от мужчины? Конечно. Ну конечно. Вот после родов все комплексы, которые, может быть, не знаю, скрывались или я не позволяла им выбраться, они, конечно, дали о себе знать. Соответственно, уже перестала устраивать и фигура, и нос не такой, и волосы не такие. В моменты, когда я не любила себя, мне не нравилось мое тело, мой муж всегда говорил, ты самая красивая. То есть это такой тоже некий сценарий моего папы. Да. Мне тоже кажется, ты мужа выбрала такого же, как твой папа. Ну они внешне очень похожи. Да? То есть и такого же по характеру, который точно так же тебе, как принцессу. возносит. Да. Ну вот это все происходит неосознанно. Это все на уровне подсознания. Ты же не смотришь и не выбираешь, так похож на папу, нет. То есть к чему мы опять приходим? К тому, что с детства нас заложили, проходит через призму всей своей жизни. Да. А как тебе кажется, вообще без мужчины женщина может быть счастливой и полноценной? Мы сами выбираем, быть нам счастливыми или нет. Это выбор. Это выбор. Ты будешь подстраиваться под какие-то мужские стереотипы? Ну, например, ты встретишь человека, и он тебе скажет, я считаю, что женщина не должна заниматься музыкой, я должна меня встречать дома, чтобы обед всегда был вкусный, готов. Есть какие-то, наверное, базовые принципы, против которых я никогда не пойду. Есть я, есть моя карьера, есть моя семья. И оно идет раз, два, три. То есть состояние, карьера, семья, вот это самое главное. Да. И чаще всего я встречаюсь почему-то с людьми, у которых приоритизация другая. И почему-то каждый раз на первом месте у них, оказываюсь, я. А у меня не может оказаться другой человек выше, чем я. И поэтому это воспринимается как эгоизм или какая-то ревность меня к моей работе. Всегда человеку недостаточно. Меня, я пыталась что-то с этим делать, а потом просто поняла, что, блин, нет. Ну, то есть, я такая, и даже если мои приоритеты кому-то кажутся неправильными, эгоистичными, ужасными, вообще мне пофиг. Любые отношения это коммуникация, и любые отношения это, когда ты ценишь другого, и ты все равно идешь на какие-то жертвы, не знаю, там, меры, но есть что-то основное, против чего ты никогда не пойдешь. Я просто поняла, что я буду одна. Ну, я больше не найду мужчину, меня никто не полюбит, у меня три раза не получилось. Там же еще мужья любят, когда уходить, кричать, что ты уродина, никто на тебя не посмотрит, ты страшный. И ты такая, ну, в принципе, ты понимаешь, что ты вот, ну, не эталон красоты, и думаешь, значит, вот так. Ну, с тремя детьми точно никто не возьмет. Ну, кто, кто дебилы, что ли, вообще, дураки какие-то. И очень долго я вот в этом была, и у меня появился мужчина, который нормально с тремя детьми, вообще все. Вот, мы через год расстались, по моей инициативе тоже. И, то есть, я, найдя мужчину с тремя детьми, хорошего, не пьющего, с квартирой, с машиной, с деньгами, даже очень неплохими, я такая, не нравится. То есть, понимаешь, не то, что, господи, спасибо, бог ты мой, я валяюсь в твоих ногах за то, что ты меня с тремя детьми бедную подобрал, отряхнул, и куда-то еще целуешь в какие-то места, которые, я считаю, что они некрасивые. Ты есть у себя, не надо искать любовь на стороне, потому что любовь, это ты, ну, ты себя любишь, ты прекрасна, каждый из нас прекрасна. У тебя прекрасные руки, у тебя прекрасное лицо, прекрасная грудь, которая выкормила троих детей, неважно, что она не такая идеальная, как у Памела Андерсона, она отдала жизнь троим детям, вообще, это лучшая грудь на свете. И вот это вот ощущение своей цельности, своей красоты, я начала прям вот прорабатывать, понимать. А когда появился мужчина на 12 лет, меня моложе, я поняла, ой, девчонки, я вообще справлюсь со всем. То есть, мне там пишут, ты старая, ты никому не нужна. И тут такой 32-летний, такой, что за королева? Я говорю, это я. И все, вот это вот еще опять ощущение, что нифига себе, я оказывается нравлюсь ни ровесникам, ни тем, кто меня старше, ни 60-летним, я могу нравиться пацанам. Ну, там, не прям пацан, конечно, уже лусеет. Вот, но, но, то есть, и тут у меня вообще все сложилось. Я говорю, что ты боишься? Ненужность, в смысле? А кому ты должна быть нужной, кроме себя? Ты даже детям не должна быть нужной, потому что дети должны вырастить и пойти своей жизнью. Уже сильные. ты такая, ребята, если что, не звоните. Если что, как бы вы знаете, где меня найти? Все, ты нужна себе. это невероятное ощущение. Я иногда думаю, боже, как хорошо, что у меня нет мужа, потому что приходишь настолько измочаленный, что только в душ и все, и больше ты, даже вот я прихожу, котика, ну, там, дети, мама, вот и начинает рассказывать, и я слушаю, и у меня глаза вот так, спички вот так ставить, хочется, и они что-то рассказывают, и я, да, слушаю, естественно, потому что понимаю, ну как, мы целый день не виделись, я должна выслушать, я все, а сама просто валюсь, и думаю, боже, вот сейчас бы, если бы у меня еще был муж, и он бы, и у меня бы были с ним скандалы, просто на тему, болит голова или что-нибудь еще. Не нужно страдать, страдать, понимаете, не нужно, там, считать, что ты чем-то обделенный, у каждого, я говорю, своя жизнь, и своя история. Многие просто считают, что женщина без мужчины не может якобы быть счастливой, прям полноценной, что нужна обязательно вторая половина. Ну, это у самодостаточной женщины, она может быть счастливой, может, ну да, это стереотипы, но с другой стороны тоже, наверное, может, я не права, конечно, должен быть человек, рядом. Просто у меня есть, вот есть кто рядом, поэтому, наверное, я так и рассуждаю. А если бы не было, наверное, да, одиноким быть, никому не хочется, однозначно. Я не загадывала никогда, чтобы мой мужчина был умный, красивый, богатый, купил мне то, сё, пятый, дубай. Я всегда мечтала встретить своего человека. Это было единственное желание, которое я загадывала, встретить своего, который меня поймет, полюбит, которого я буду очень сильно любить и с которым мы будем на одной волне, с которыми мы будем как партнеры по жизни. И я всегда хотела мужчину, с которым я буду чувствовать себя спокойно, уверенно, и с которым у меня не будет эмоциональных качелей. И у меня тоже есть стереотип, я всегда хотела семью раз и на всю жизнь. То есть выйти замуж один раз и на всю жизнь. У меня была возможность выйти замуж много раз до того момента, как я сказала да. И я всегда говорила нет, потому что я понимала, что я не чувствую себя с этим человеком. Внутри что-то мне говорило, что это не мой человек в долгую. Как женщинам в современном мире научиться быть счастливыми? Работать над собой. У меня другого ответа нет. Как похудеть? Пахать в спортзале. Как научиться быть счастливым? Пахать у психолога. Все, ну нет других вариантов никаких. Нет никакой волшебной таблетки, нет никакой книги, которую можно почитать, или какого-то упражнения, которое ты сделал один раз, и все, дальше ты на всю жизнь счастлива. Это все работа бесконечная, как и все остальное. Как быть счастливыми в браке? Работать над отношениями каждый день. Каждый день, каждый божий день. Отношения разваливаются только по одной причине, потому что ты перестаешь уделять им внимание. Тебе кажется так, вот у меня отношения, меня любят, я люблю, у меня все хорошо, и теперь я могу заняться другими вещами. Ты занимаешься другими вещами, потом поворачиваешься, такой, а у меня уже все вообще давно не так, как я себе представлял. И так во всем. Капец, ну тогда надо вообще разорваться, тогда я вообще не понимаю, что делать. Потому что кажется, что семья это какой-то такой тыл, который у тебя есть, тебя спокойно, ничего не тревожит, все дела. Вот это самое страшное, когда тебе спокойно, и тебя там не тревожит, через какое-то время ты обнаруживаешь, что все совсем не так, как ты себе представлял, потому что время прошло, вы оба поменялись, а вы друг друга уже не знаете, вы же над отношениями не работали, не уделяли этому времени. Один типа вперед ускакал, ты там назад или наоборот. Ты знаешь, это даже не значит, что кто-то вперед, а кто-то назад. Кто-то просто пошел в какие-то разные стороны, и ты этого не заметила, потому что ты гораздо больше уделял внимания другим вещам. Вот и все. Ты должна знать, что ты в любой момент можешь остаться одна. Рожая детей, выходя замуж, и говорить, я не буду работать, потому что у меня муж классный, и у меня обеспечивает. Всегда знаешь, что может наставить такая ситуация, когда он меня никогда не бросит, мы уже 30 лет вместе, он умрет, к примеру. Что ты будешь делать? Даже при великой вашей совместной любви может случиться все, что угодно. Рассчитывай на себя. В каждой ситуации выбирай себя. Потому что ты взрослый человек, и ты можешь нести ответственность за себя, не за своего мужа, не за свою маму, которая говорит, нет, нет, никуда не уезжай, это мое сердечко не выдержит, как же я буду жить без тебя? Мы все взрослые люди, которые дееспособны. Ты можешь прожить свою жизнь в страхе. Это твоя жизнь. Ты можешь себе позволить ее прожить. Но потом в конце жизни скажи, да, я ее прожила, боясь. А как тебе кажется, сильная женщина это проблема или блажь, ну, то есть, которая все тянет на себе, которая такая с яйцами, я сама все решу? Сильная женщина это очень сильно прекрасно, это замечательно, когда она умеет в себе свои яйца отстегнуть, повесить на гвоздик и стать мягкой и слабой. Вот если ты всегда с яйцами, это плохо. У нас же потрясающая красота нашей слабости рядом с мужчиной. Это же прекрасно, когда мужчина рядом с тобой может почувствовать, что он может ухаживать, может защитить, может заплатить. Побудь красивой, мягкой женщиной у себя дома. Яйца ты включила, выйди из дома. Все, сняла с гвоздя, сумку свою взяла, каблуки надела, прицепила, почапала. На работе там потом пришла, все, там, на свидание убери их. Вот те, кто умеет это делать, это круто. Я считаю, что сильная женщина это лучшее, что может с нами со всеми случиться, что может быть. Я к этому очень стремлюсь. Но опять же, в чем сила, брат? Сильная для каждого какое-то свое понятие. И для меня сильная это точно не протащит, это не вот яйца, не все на себе. Сила в том числе это какая-то уязвимость, когда ты можешь говорить о своих чувствах, говорить как есть, говорить правду, не притворяться, плакать или смеяться, все что угодно. Раньше я думала, что это слабость, а потом я поняла, что для меня самая главная сила в том, что как раз-таки быть уязвимой и уметь быть честной, быть открытой. И для меня, условно, человек, который не может себе позволить быть таким, какой он есть и не может позволить себе показать вот эту свою уязвимость, он не сильный для меня. Как тебе кажется, чего на самом деле хотят женщины? Женщины хотят любви. Но любви не в том понимании, что есть мужчина, есть любовь, а женщины хотят любви во всем. И эта любовь необходима. А любовь, она и складывается из многих факторов. Любовь к себе, к своей фигуре, к своему телу. Эту любовь она может себе дать сама, начинай с себя и проработав с себя. И вот когда ты с себя начнешь, задаешь себе вопросы, проработаешь, любовь, она будет по кругу, вокруг тебя. Все наверняка сталкивались, ты выходишь из дома, что-то пошло не так, облилась, не знаю, машина тебя облилась, подкнулась, упала. И вокруг обязательно какой-нибудь агрессивный человек тебе что-то скажет. И ты такая вся тоже начинаешь конфликтовать. То есть мир отражает то, что ты думаешь. И есть другая история, когда ты выходишь, ты такая красивая, тебе так легко и прекрасно. И к тебе кто-нибудь обязательно подойдет и скажешь, как вы хорошо сегодня выглядите. То есть мы приходим к тому, что мир и любовь это то, что внутри нас. Мир и зеркало. Люди зеркало. То, как ты себя чувствуешь, как ты ведешь себя с людьми, как ты любишь людей, все откликается обратно. Все зеркало. Нужно думать о том, что все будет хорошо. Как у меня подруга звонит мне и говорит, ой, Луся, она занимается эзотерикой. Она говорит, так, 9 лет тьмы. Это она мне 3 года, или сколько, 3 года назад. Я говорю, ну, Викуся, надо же закончиться когда-нибудь. Она говорит, нет, 9 лет это будет длиться. Я говорю, ну, хорошо, ладно, она, ну, 9 лет. Я говорю, ну, потом же будет все хорошо. Она, зачем мне, когда мне будет 80, чтобы было хорошо? Она меня так насмешила. Ну, ей, конечно, не 80. Но вы сама по себе такой человек, да, по жизни. Ну, как-то да. А остальным, да, видимо, кто не такой, надо как-то научиться себя программировать. То, как мы мыслим, оно, конечно же, влияет абсолютно на все. Если у тебя постоянно в голове негатив, если ты все осуждаешь, все критикуешь, все ненавидишь, ни во что не веришь, постоянно себя жалеешь, очевидно, что в твоей внешней жизни как бы никогда не будет ничего хорошего. Самое главное это понять, что для тебя ценность в жизни. И это должно быть не больше пяти вещей. И в эти пять вещей ты должен бить каждый день. У тебя каждый день должен проходить под эгидой того, что я сделал для моих самых главных ценностей сегодня. Если ты не сделал ничего, значит эти ценности, что-то там развалится, либо на самом деле это не твои ценности. Потому что для того, чтобы понять, что у человека в приоритете, достаточно посмотреть на его ежедневное расписание. И ты сразу поймешь, что для человека важно. Он может тебе рассказывать все, что угодно, но исходя из того, на что он тратит свое ежедневное время, ты поймешь, что на самом деле для него важно. Капец. Вот сейчас вот ты просто больной у какой-то. Потому что если посмотреть на мое расписание, у меня одна работа. Ну, поэтому задай себе вопрос, почему у тебя в других сферах жизни все не так, как ты хочешь? Или тебе кажется, что все так, как ты хочешь, и на самом деле это не так? Такое может быть. Не, на самом деле это очень классный совет. Спасибо. Правда. Не за что. Уделить реально вот эти вещи и просто каждый день смотреть, что ты для этого сделал. А какие у тебя вот эти сферы, если не секрет? Семья, работа, мое личное развитие, мой любимый человек, помощь, служение другим людям. Все. Чего на самом деле, как тебе кажется, хотят женщины? Мне кажется, женщины хотят быть счастливыми, они хотят быть любимыми и любить. А смысл жизни женщины это любовь. Мир потрясающий, потому что в нем есть женщины. И нас надо любить, мужчинам нас надо любить, подругам нас надо любить, нашим детям нас надо любить, родителям нас надо любить, и нам надо любить самим, себя самих. Тебе не нравится твое лицо, но ты никогда не будешь другим лицом. Тебе дали вот это лицо. Ну что с ним делать? Ну живи с ним. Полюби его. Почему тебя кто-то должен полюбить, если ты сама себя не любишь? Почему мужчина должен прийти и сказать, боже, какая красивая женщина, если ты такая, нет, я уродина. Он такой, ну ладно, уродина, все. Ну, полюби, это твое лицо, его создал Бог. Просто его слепил от твоего папы и мамы, от твоих бабушек, бабушек, дедушек, дедушек. И вот это все в твоем, в твоем лице, в твоем теле для чего-то, для кого-то, для тебя. И мир вообще для тебя. Я не знаю, я видел миллионы женщин, нет, некрасиво. Чего на самом деле хотят женщины? Может быть, женщины хотят понять, что они истинно хотят? Мы женщины! Мы не знаем, чего мы хотим! Мы очень этого хотим! Я считаю, что действительно ты можешь быть по-настоящему счастливым только когда ты идешь по своему пути и реализуешь миссию своей души конкретно. Когда ты стоишь на своем месте, когда ты не пытаешься учиться где-то только потому, что так сказали твои родители. Ты не пытаешься зарабатывать деньги из какой-то своей травмы, потому что тебе этого недостаточно. Ты не подстраиваешься ни под кого. Главное найти свой какой-то смысл что-то делать. То есть, сам смысл. А форма и оболочка, она может быть абсолютно любой. Это нельзя потрогать, то есть, это можно только прочувствовать, когда ты двигаешься по какой-то своей миссии. Я знаю, что это очень сложно и что мало кто даже в это верит. Но я очень хочу, чтобы все люди жили из вот этой своей миссии. А чего хотите вы сейчас? О чем сейчас вы мечтаете вот в этом периоде своей жизни? А у меня всегда одна мечта. Ну, мира на земле, конечно, чтобы дети росли счастливыми, чтобы радости побольше, улыбок, чтобы люди друг к другу относились как к своим детям, с той же любовью. Чтобы дети были здоровы, счастливы, дети, внуки, все родные, все друзья. И коллектив мой процветал. Чтобы жил еще вечно. Вот. А для себя? А это вот как раз и наполняет меня счастьем. Ну и для себя, может быть. Ну, хотя уже не до этого. Есть концепт, что чем чаще ты говоришь о своих мечтах, тем больше людей о них знают, тем больше ответственности, тем больше энергии людей, которые посылают в нее. У тебя есть какая-то мечта, но ты не хочешь пока о ней говорить, да? Ну нет, вот по этой концепции надо сказать, конечно. Но она связана с музыкой, давай я так скажу. Все, я поняла. Сегодня, перед тем, как я ехала к тебе, я меряла вещи у себя в бутике. И некоторые вещи, которые я на себя меряю, они мне очень сильно не нравятся. Объясню тебе, почему. Потому что, когда мы вещи создаем, то сэмплы всегда сорокового размера. Я подумала, что моя мечта вернуться в сороковой размер не потому, что я себя не принимаю, а потому, что я хочу делать совершенную одежду и как бы потом не стоять в магазине и думать, боже, как так получилось, что вот здесь не так, тут не так. Для меня прям реально этот вопрос, который меня очень беспокоит. Мечта встретить партнера. Именно партнера. Я так его, наверное, назову. Мужчину, с которым мне будет спокойно. Мне очень нужно спокойствие. Вот этого всего у меня очень много. Вот эта мечта тоже. И еще есть одна мечта. Никогда тоже не говорила. Мне хочется узнать, что такое, когда твой ребенок рожает своего ребенка. Я, как будто, к этому не готова пока. Даже близко. Но мне хочется когда-то в жизни испытать эти ощущения. И дай Бог, чтоб я дожила до этого и посмотрела, что это. Нельзя быть слишком привлекательной. Но стыдно быть серой. Нельзя быть одной, но и с кем попало тоже нельзя. Нельзя быть грубой. Надо быть милой. Нельзя быть эгоисткой. Надо заботиться о семье, детях, окружающей среде и не забывать об озоновом слое над планетой. Нельзя быть замкнутой. Надо быть проработанной. Всегда выглядеть на все сто и улыбаться. Но не слишком сильно, чтобы не подумали, что в голове ветер. Надо обязательно самореализоваться. Но еще стать идеальной матерью. Чтобы у ребенка не было травмы с детства, воспитай правильно и не срывайся. А еще надо быть понимающей женой, боевой подругой, сексуальной в спальне и хранительницей очага. Вот только как успеть все надо и не сойти с ума? Все эти нельзя я хочу заменить одним словом. Можно. Тебе можно быть разной. Веселой или грустной. Одной или в отношениях закалывать лицо или вообще не краситься. Можно быть разной. Самое главное – собой. Это единственный путь прожить свою жизнь и стать несчастливой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok